Приветствую вас, Алёна. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаете. Так, вы спрашиваете нормальный ли брак, по сути, которым мужчина не даёт деньги, в том числе и на детей? Ну, в первую очередь, наверное, здесь нужно сказать, что норма у каждого своя. И лично мне показалось, исходя из того, что вы написали, что вы, как бы, вот, в целом не очень уверенный в себе человек, потому что вы спрашиваете, нормально ли это. Я думаю, что именно вам-то и нужно спросить у себя, а для меня это нормально, и если ответ будет положительный, то есть если, ну, если для вас это нормально, то в таком случае я не вижу никаких препятствий для того, чтобы дальше в этих отношениях вам находиться. Если же вы, ну, как-то вот считаете, да, что это не нормально для вас, например, то в таком случае вам тоже нужно что-то делать. А вы, по сути, здесь говорите о том, что вам не нравится то, как ваш муж себя с вами вёл изначально. Ну, он такой человек, он считает, что, может быть, деньги давать своей жене не нужно. Ну, это позиция, безусловно, спорная, то есть она, безусловно, может иметь какую-то альтернативу, да, вне всякого сомнения. Ну, важно понимать, что ваш муж, вот, он такой человек, и что он скорее всего не изменится. А от того, что вам скажут, правильно или неправильно, да, нормально или нет, а в вашей жизни, как мне кажется, ну, тоже особо ничего не изменится в вашей жизни. Вот, потому что вы, по-прежнему, не будете, на мой взгляд, полагаться на само себя. На само себя, но вы не будете полагаться в этом контексте. Потому что, ну, как бы, понятно, что вы пытаетесь найти в данном конкретном случае, да, какое-то вот подтверждение своей некоторой позиции, которая у вас есть. И ключевой момент, да, вот, в том, что, какая она, эта позиция. Вот, ну, и коллега, Кудрячев Игорь Леонидович, на мой взгляд, совершенно правильно сказал, что вы как будто бы платите, платите за то, чтобы быть, ну, вот, с этим мужчиной. И вам решать, хотите ли вы, условно говоря, плодить дальше или хотите, чтобы это закончилось, устраивает ли вас то, что происходит или нет. С мужчиной вы, потому что вы любите и принимаете его, или потому что есть, ну, какие-то еще другие основания, которые вас, ну, мотивируют, да, к тому, чтобы быть с этим человеком. Вот, поэтому, я думаю, примерно такой ответ можно вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего опыта и, ну, моей позиции, скажем так, да. Моих, ну, моих мировоззрительных позиций, вот, с точки зрения этого всего я бы вам ответил таким образом. То есть вы на себя ориентируетесь, что нормально для вас, не для кого-то. Так вы всегда будете, на мой взгляд, оказывать в проигрыше, потому что всегда кто-то другой будет определять, что он нормальный. Но я не думаю, что вам этого хочется и, судя по всему, вы не так уж и счастливы в этой позиции своей. Поэтому решать, вне всякого сомнения, решать вам. Вот, вне всякого сомнения определять. Ладно, если у вас присутствует, например, такой элемент, допустим, как страх или как то, что сама по себе без мужчины я ничего не знаю, или то, что если он уйдет, то мне будет плохо, то с этим нужно поработать. Совершенно не факт, что вы расстанетесь со своим мужем. Совершенно не факт. Просто отношения можно гармонизировать. То есть вести себя так, чтобы, например, он захотел давать вам деньги. С другой стороны важный момент, что для вас деньги означают. То есть деньги это просто деньги или деньги это что-то другое. И, может быть, тут тоже можно будет прийти к какому-то консенсусу, прийти к какой-то, ну, к какому-то компромиссу, да. Вот, чтобы постараться этот вопрос разрешить. То есть в зависимости от того, что вы вкладываете в, ну, вот, в деньги, в понятие денег, в само понятие денег, что вы вкладываете. Вот, поэтому я думаю, примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот, а он у вас достаточно краткий получился по факту. Вот, поэтому мне бы, конечно, хотелось с вами поговорить, но я не знаю, готовы вы к этому или нет. Вот, лучше всего поговорить с вами и вашим мужем, вот, чтобы как-то со всех сторон позиция была их надо. Вот, но это уже зависит исключительно от вашего желания. Будьте, пожалуйста, внимательны к себе и спросите себя, а для чего я с ним? Для чего я с этим не шел. Вот. И как я отношусь к тому, что он не дает мне деньги? Что деньги для меня? Что такое деньги для меня? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу вам. Это поможет вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.